Доброго времени суток! С вами по-прежнему Арталаски. И как видите, я кое-как подключил свою видеокамеру, которая сейчас находится в качестве веб-камеры. И закреплена она достаточно любопытным способом. В принципе, на фото вы сейчас здесь сами всё видите. И, ребят, прежде чем мы начнём, хотелось бы от всей души поблагодарить тех, кто вчера откликнулся на моё видео с просьбой о помощи, так сказать, на сбор нового железа, чтобы снимать хорошие, качественные видосики. Я, честно говоря, не ожидал, что будет так много откликов и так много переводов. А были как и 10 рублей, и 50, и стоят даже были по 1000, по 2. Этим ребятам вообще огромное спасибо, прям выручаете божественно. Так что, я думаю, я ещё что-нибудь успею для вас сделать до того, как соберу ПК. А в принципе, мы с вами это ещё ВКонтакте обязательно обговорим. Но, также я ещё хотел бы порекомендовать канал моего хорошего друга Экэндуд. Его канал ещё не так популярен, и можно сказать, что он как бы начинает свой путь ютубера, и должен сказать, что у него это уже получается. А вообще, канал посвящён геймдеву и, собственно, инди-играм. Сейчас у него большинство видео выходят по гейммейкеру, и, соответственно, уже по гейммейкер студию 2, который сейчас, так сказать, в моде. Поэтому подписывайтесь, я думаю, вам здесь тоже понравится. И, да, у меня чёрная тема ютуба. Кстати, если кто-то ещё не видел моё вчерашнее видео по сбору средств, или кто-то хотел перевести, но, так сказать, не получилось на индекс деньги, то в описании под этим видео я добавил другие кошельки, такие как WebMoney, PayPal и Kibir. Поэтому я всё ещё рассчитываю на вашу поддержку. Окей, давайте теперь, наконец, перейдём к нашему видео. А сегодня я выбрал такую забавную тему, как рисовать персонажа, точнее, даже анимировать персонажа, у которого ноги в один пиксель. А эту тему я нашёл в комментариях под своими же роликами, был такой вопрос. А сейчас, к сожалению, я уже его не смогу найти, пожалуй. И давайте уже, наконец-таки, его сделаем. Значит, новый документ 24 на 24 пикселя. И этого нам более чем достаточно. Заливаем фон. Допустим, таким вот. Да ладно, давайте цветом неба зальём. Блин, у меня уже язык заплетается. Так, возьму пока что чёрный цвет. И, кстати, уже что-то для персонажа. Ну, блин, один пиксель. Честно говоря, никогда нормально не получалось сделать персонажа в один пиксель. Точнее, с ногами в один пиксель. Такой вот маленький челлендж от подписчиков, можно даже сказать. Так, что-то уже начинает вырисовываться. Я думаю, что такого персонажа нарисовать сможет уж точно каждый. Так, здесь большинство видео, хоть и для новичков, но я, видать, иногда перебарщиваю, и выходит достаточно трудновато для многих начинающих инди-разработчиков. Так, в принципе, с головой, руками и телом мы определились. Ноги в один пиксель. И по ширине, кстати, тоже. Теперь давайте с цветом разберёмся. Так, цвет кожи. Я обычно беру где-то вот отсюда, то есть между жёлтым и рыжим, чтобы был такой вот ненасыщенный бежевый цвет. И, в принципе, вот в этом диапазоне и с вот этими вот оттенками уже можно какой-то цвет кожи такой вот подбирать. И, так сказать, на нём основываться. Давайте вот этот посветлее. Окей. А в качестве обводки попробую вот этот более тёмный. Можно даже чуть темнее и чуть краснее. Чтобы он был более заметным. Так, теперь, что касается рук, давайте их в чё-нибудь оденем. Самый простой пример, наверное, нарисовать какого-нибудь солдатика. Их, на мой взгляд, рисовать проще всего. Немножко, пожалуй, всё-таки его ссузим. Вот. В принципе, этого должно хватить. Теперь у нас есть персонаж. У персонажа есть руки, что его, несомненно, радует. Вообще, подбор цветов на начальном этапе достаточно задачка такая непростая. Особенно, когда делаешь всё так на ходу и пытаешься ещё что-то объяснить и рассказать. Так. Немного не нравится, что он слишком такой выделяющийся. Окей, ну, в принципе, этого должно хватить. Так. давайте мы с руками здесь что-нибудь интересное сделаем. Сейчас у нас такой вот коротколапый. Можно сделать вот так вот по длине руки. это слишком уже. На всякий случай на новом слое сделаю ему что-то вроде главного убора, чтобы слишком скучным персонаж не получился. Вот так. чёрным цветом здесь можно сразу глазки. Отлично. Вот такая вот стандартная схема рисования персонажа у меня. Не знаю, получилось достаточно просто и самое главное быстро. Можно попробовать стереть вот эти вот линии. Ну, тогда он слишком худым получится. Хотя, знаете, можно его вот так продублировать, сделать как отдельного персонажа. Такой комичный эффект получится. Что-то вот такой вот рамы. в общем, с этим тоже можно будет что-нибудь придумать поинтереснее. я как бы не буду сейчас отвлекаться на это. Вернёмся к нашему предыдущему образцу. Чё бы с ним такого интересного придумать. А сейчас он слишком жирный какой-то. Давайте его слегка так сказать с плющем похудеем. так вот уже что-то поинтереснее получается. Кстати, с носом он тоже смотрится достаточно неплохо. Не ожидал поначалу, что так будет, но в принципе нормально. так с кепкой явно перебор. Значит, хорошо, допустим, с персонажем мы здесь закончили. Хотя и очень хочется сделать ему длиннее ноги. Вот, но тем не менее давайте обойдёмся вот таким вот персонажиком. Всё, теперь точно всё. только единственный момент, который мне здесь не нравится. его отдалить, то как-то слишком много деталей на лице получается. Пожалуй, стоит оставить такое прямоугольное лицо кирпичом и тогда в принципе будет нормально. удлинить его, тоже получается достаточно забавно. Окей, значит, этого персонажа мы возьмём за основу. А теперь было бы неплохо ему сделать какую-нибудь пушку наверное даже, которую он будет вот так вот держать и соответственно будет с неё стрелять. Это наверное слишком длинные руки получились. Давайте сделаем что-то вроде такого. Здесь слишком темно. все-таки лучше использовать сразу цвет, который здесь уже есть. Так. Такие вот удлинения рук получились. И на новом слое уже таким вот серым цветом, ну либо совсем уж черным, кому как удобней. Я вот такой темно-серый решил выбрать. И кстати, этот серый тоже неплох. можно с этим что-то интересное придумать. А из цвета сапог можно взять что-то для приклада. как-то большевата пушка для него получается. сейчас посмотрим может в принципе нормально. Так. Ну в принципе получилось достаточно забавно. Вот так. Такой вот дробовичок. Снеговичок. И я думаю сюда стоит добавить еще несколько таких вот пикселей посветлее. Мне правда немного не нравится сам фон. Давайте с ним поэкспериментируем. Допустим даже пусть что-то вроде такого будет. фону сейчас набросал. а чтобы как бы уже на его основе нужно было делать анимацию движения чтобы это было не так скучно вот так этого должно хватить так и теперь уже можно поинтереснее здесь что-нибудь сделать а значит лишнее все пока отсюда убираю а думаю только от винтовку оставить на новом слое или все таки слить а думаю что лучше все таки оставить на условиях чтобы в будущем сюда можно было сделать что-то вроде такого то есть из одного спрайта сделать сразу несколько других вроде мелочь а достаточно удобно что-то вроде снайперской винтовки пожалуй а она в общем это уже не суть как бы сам принцип в том что лучше короче оставим вот такой короче идем дальше тяжело снимать без паузы но постараюсь потихоньку привыкать для стримов там паузу уже так не поставишь чтобы подумать что сказать так все я сосредоточен все окей добавляем все это в папку и ставим его на землю и теперь нам нужно все это чудо как-то анимировать значит а здесь сам принцип такого движения будет абсолютно такой же как и на том видео где я анимировал а такого большого синего солдатика а у него там ноги конечно по длине и вот на весь принципе суть абсолютно такая же только все это урезано до одного пикселя создаем анимацию кадра создаем новый кадр в принципе это логично и дублируем папку значит теперь а сами ноги только я чё-то слегка и так тупанул задняя нога на все таки будет вот это вот правая а это у нас передняя ну как бы к нам лицом она у нас левая соответственно там она будет правая так что все правильно эта нога у нас будет дальняя и пожалуй здесь нужно сбавить насыщенность слишком темно как-то получилось но по крайней мере все читаем а ладно а пожалуй придется оставить что-то вроде такого не хочется прям совсем чего делать серым но и так вот темно тоже как-то не очень а уж подбирать цвета это дело такое ладно в принципе оставим пока так знаете что мы тут еще можем да ничего начинаем анимировать так первый кадр у нас остается как оригинал как backup а вот с этим уже сейчас повеселимся дублируем и как бы будем дублировать именно папки они просто по вот этому одному слову так будут удобнее с одной стороны не забываем только отключать предыдущие папки так значит чего начнем начнем с того что сделаем движение ног и сделаю достаточно быстро пожалуй вот так вот а два пикселя как бы друг другу вот такой стремятся создаем новый кадр дублируем папку и теперь мы их меняем местами то есть это у нас теперь темный а это светлый вот так создаем новый кадр дублируем эту папку и еще двигаем на два пикселя буквально вот так и теперь создаю финальный практически кадр дублирую снова папку и хочу сделать здесь как будто у него так ноги подлетают и сам он при этом тоже будет находиться в воздухе так посмотрим что у нас получится в принципе все смотрится циклично но двигаются сейчас только ноги что не очень хорошо тем не менее давайте посмотрим значит этот кадр что у нас просто стоит я думаю можно убрать вот отлично а теперь как бы больше похоже на анимацию бега именно в плане ног а но мне еще не нравится один такой момент что здесь есть эта нога а назад она у нас как бы не уходит поэтому нам нужно добавить еще один кадр в котором мы как бы делаем обратное такое движение добавляем еще кадр и нас как бы анимация идет в обратную сторону снова кадр так а а а значит все равно еще добавляем один кадр опускаться ниже уже практически некуда и наконец добавляем финальный теперь уж точно кадр дублируем папку и меняем цвета то есть теперь с этой стороны у нас будет темный а с этой светлый все отлично это я уже сам слегка тут запутался и посмотрим что у нас теперь есть отлично теперь здесь такая вот более менее плавная но правильная анимация ног а теперь это нужно все привязать именно к самому персонажу как он тут будет двигаться так значит сохраняем на всякий случай сохраню backup я еще успею два раза запутаться так 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 значит в этом моменте мы всю папку поднимаем на один пиксель то есть вот так у нас подлетает в этот раз мы пожалуй его на один пиксель опустим если все будет окей то мы эти ноги просто как бы сад нет мы ему не сотрем так нельзя ну и опустим самого персонажа как бы здесь так это интересненько и обыграть давайте вот так вот раз два в принципе должно быть нормально и и снова поднимаем в воздух так смотрим на лишние кадры которые у нас здесь могли открыться так теперь вроде все окей что же давайте посмотрим вот отлично вот у нас так подскакивает и при этом бегает достаточно плавненько все можно уже прям вот так вставлять его в игру или еще чего-нибудь добавить внутренний перфекционист мне просто не дает его так вот оставить хочется добавить еще какой-нибудь движение того же дробовика не знаю давайте что-нибудь такое посмотрим что здесь можно вообще сделать а можно в принципе добавить ему что-то вроде пояса я просто сделаю отдельный кадр который сейчас будет виден на всех этих кадрах и здесь добавлю какую-нибудь такую детальку вот так и теперь просто его на всех этих кадрах включу по сути можно вот так вот выделить все кадры через зажатый shift и нажать кнопку глазика но как ни странно сработало просто раньше это обычно не срабатывает такой любопытный день и кстати надо бы а здесь у нас подскакивает было бы неплохо сделать движение кадра то есть я сейчас просто стрелочками поднял весь слой на один пиксель и то же самое нужно будет сделать еще на втором таком кадре вот здесь окей смотрим что у нас получается получается достаточно все забавно и самое главное сохранено условия что здесь ноги в один пиксель я думал на самом деле получится какая-нибудь ерунда но смотрится достаточно забавно и в таком стиле я думаю можно сделать какую нибудь так ты чё падаешь вот и в таком стиле в принципе можно сделать всех остальных персонажей для игры и сделать какой нибудь такой зомби шутер на андроид так все у меня в горле пересохло окей ребят в принципе с видео закончили надеюсь оно вам понравилось поэтому подписываемся и ставим лайк если это действительно так я буду очень рад если вы продолжите меня поддерживать особенно те кто еще не успел поддержать но очень хотел думаю что очень скоро соберем на новое железо это очень вам не сильно хотелось и собственно на этом пожалуй все заходите сюда завтра видео конечно же еще будут выходить до покупки нового пока новой сборки и кстати саму сборку мы тоже уже обновили заменили некоторые детали а сумма осталась та же самая но производительность этой сборки заметно выросла но об этом я еще расскажу в следующих видео чтобы так вот не затягивать с вами был арталаски до завтра субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА